как и большинство древних городов восточной европы витебск возник у слияния двух рек западной двины и ведь бы по легенде его основала княгиня ольга в поздней витебской летописи 18 века говорится так в лето 974 ольга победив едвягов и печенегов переправлялась через реку двину и с войском заночевала понравилась и гора и она основала деревянный замок назвав его от реки ведь бы видебском звучит красиво но имеются многочисленные несостыковки официальная дата смерти княги не датируется девятьсот шестьдесят девятым годом с другой стороны все ранние даты весьма условные плюс ко всему переписчик лет писи вполне мог допустить ошибку впрочем разгадать все тайны великого города вряд ли возможно но приоткрыть завесу над некоторыми из них вполне вполне с какого места вы посоветуете начать нам свое путешествие по городу с этим вопросом я обратилась к старожилам витебска и все они будто сговорившись назвали благовещенскую церковь воскресшую из руин это как здесь говорят самое намоленное место города характер застройки храма для беларуса уникальный доломитовые блоки чередуются с двумя-тремя рядами плинка кирпича византийского образца плинфа в переводе означает плоский особенность кирпича в том что когда его бросали у не рассыпался как современный кирпич а только гулка звенел секрет его прочности до сих пор не разгадал если мы зайдем внутрь храма лестница ведущий на хор мы не увидим толщина стен позволила древним зочи спрятать и уникальнейшая ситуация для территории восточной европы два совершенно разных прихода находятся на расстоянии буквально 10 метров друг от друга храм благовещения и церковь александра невского храм благовещения выдержал немало на протяжении своей многовековой истории он перестраивался потом вновь принимал первоначальный облик пережил много войн но больше всего он пострадал в богоборствующие времена хрущева храм приказали разобрать подогнали бульдозеры трактора и стали методично бить по древним стенам вмешалась московская питерская интеллигенция сергей михалков на тот момент он был главным редактором сатирического журнала фитиль выпустил критическую статью витебск прогремел на весь советский союз и благовещенскую церковь оставили в покое но к тому моменту она уцелела лишь на одну треть интересно чтобы на этот счет сказал мудрый и дальновидный князь альгерд во времена правления князя альгерда не произошло ни одного народного волнения город из небольшого деревянного местечка превратился в крепость территория княжества увеличилась вдвое она была одним из самых больших и мощных кровь альгерда по линии сына и гайлы и сегодня течет в жилах всех европейских монархов по его приказу древний витец был обнесен каменной стеной по периметру которой стояли вот такие сторожевые башни остатки одной из них сохранились где покажу позже а пока я вижу ориентир и эту красоту я точно не пропущу уникальное творение архитектуры свята воскресенская церковь в стиле позднего виленского барокко если внимательно присмотреться к облику храма можно увидеть немало интересного ведь стиль барокко на самом деле это стиль метафор как вам кажется что хотели донести до потомков архитекторы языком камня видите на храме волнообразные линии они говорят об амплитудности нашей жизни у нас не все гладко под линейку правда ведь есть и взлеты и падения а фигурный фронтон вам никого не напоминает присмотритесь на коленях стоит молящийся человек две ажурные башни руки возведенные к небу с мольбой о помощи эти виды невольно отрывают от земли и уносят бесконечность но вернемся к альгерду и сторожевым башням следующая остановка духовской круглик знакомьтесь духовской круглик реконструкция оборонительной башни 14 века времен альгерда гедминовича заглянем туда что мы видим подлинный фундамент каменной башни повторюсь 14 века и остатки оборонительных стен как же хорошо тогда строили здесь же портреты князя альгерда и его жен ульяны тверской и княжной марии кисти игоря дурова мой вопрос дня почему круглик если он куда больше смахивает на квадратик оказалось что во времена альгерда башни были восьмигранными поэтому издали и казались круглыми ну что идем дальше многие витебские достопримечательности находятся в шаговой доступности у каждого города есть свой символ свободы у витебска это городская ратуша 1 ратуша на этом самом месте была построена 420 лет тому назад корпус здания выполнен в классическом стиле а башни с элементами барокко на самом верху флюгер виде ладьи бегущий по волнам времени сегодня в ратуши действует областной краеведческий музей с огромным количеством уникальных экспонатов благодаря старинным и богатым фондом он стал легендарным местом не только туристического витебска но и всей беларуси поражают крупнейшие коллекции предметов нумизматики и не мудрено наша страна своеобразный сейф в котором хранятся день знаки разных эпох по количеству ценных находок беларусь сегодня занимает первое место в европе иногда сокровища находили совершенно в необычных местах местный орнитолог обнаружил уникальные монеты в гнезде сороки всего витебской ратуши можно увидеть 38 кладов кстати это серебряное великолепие весит порядка 200 граммов шейная гривна по каким-то причинам скручена спиралью в виде браслета предположительно скандинавского происхождения со шведского острова готванд сегодня мы уже прикоснулись к уникальной византийской кладки благовещенской церкви эта плита досталась музею после рокового взрыва которым я вам уже говорила на плите граффити 12 века загадочным посланием зачах из прошлого мы видим византийский крест и якорь надежда используемые первыми миссионерами христианами для стойкости веры а еще икона девы марии встречает и провожает посетителей ратуши двухметровый герб витебска атлиты из бронзы витебский герб особенный в геральдике такого практически больше нет нигде в мире на нем изображен образ христа спасителя в профиль а под ним окровавленный меч почему все имеет свое объяснение в 16 столетии православный витебск вошел в состав речи посполитой государства католического с тайным умыслом был дарован герб дабы взоры православных повернулись сторону ватикана на запад христос изображен в профиль окровавленный меч символизировал мощь витебских замков выражение ваши слова да богу в уши здесь обретают реальный смысл каждый желающий может шепнуть на ухо всевышнего свое заветное желание предупреждали нас в подвал и ратуши лучше не заходить место мистическое когда-то давно здесь находились комнаты для допросов с дыбами и другими жуткими приспособлениями для пыток но возможность прикоснуться к уникальной кладки 16 века самой первой ратуши построены на этом месте было сильнее любых предостережений наши тонкие натуры ровным счетом ничего не почувствовали а вот наушники оператора выдали фортель закрутились и застряли в штативе камеры да так что полчаса пришлось их вызволять и железного плена и это еще что говорят у режиссера александр меты подвалах ратуши он планировал снять эпизод фильма шагал малевич аппаратура полностью вышла из строя так что нам еще повезло один из ярчайших памятников архитектуры свято-успенский кафедральный собор строился храм 30 с лишним лет долгий срок объясняется неожиданным фактором грунтовые воды пришлось монахам делать дренаж старожилы витебска из поколения в поколение из уст в уста передают предания о подземных ходах в успенской горе ведущих на другую сторону западной двины хода нет эту информацию многократно проверяли в комплекс с собором когда-то входило и это двухэтажное здание она была построена на рубеже 18 19 веков как народное училище позже здесь открылась мужская александровская гимназия во время великой отечественной войны в этом здании располагалась немецкая служба с.д. подвалы витебской духовной семинарии пропитаны кровью невыносимой болью страданиями и вместе с тем силой человеческого духа и это не аллегория тюрьма тайной полевой полиции выполняла функции гестапо голод пытки и стушные крики какими же страшными были последние дни жизни этих людей пытаясь оставить хоть какую-то память о себе подпольщики и мирные жители писали или выцарапывали надписи на стенах честно говоря волосы шевелятся от ужаса стройными рядами бы сюда тех кто пытается эстетизировать фашизм витебске много мест связанных с войной это успенская горка здесь похоронены герои-офицеры советской армии среди них руководитель партизанского движения батьками най буквально в нескольких метрах от мемориала на высоком левом берегу западной двины возвышается дворец губернатора памятник архитектуры восемнадцатого века сочетание золотистого и белого тонов придают зданию торжественный респектабельный вид 16 июля вот в эти двери вошел император франции наполеон войдя он бросил карты на пол и воскликнул компания восемьсот двенадцатого года окончена в 1813 я упорядочил литву и польшу 1 августа не конно а в карете он срочно уехал в сторону смоленска о чем впоследствии безумно сожалел не раз по приглашению герцога вертенбергского брата императрицы марии федоровны почетные гости на баллах была кавалерист надежда дурова она ты стала прототипом шурочки из гусарской баллады слову госпожа дурова танцевать не изволила но сами посудите какую партию в танце исполнять даме мужской одежде тут еще вопрос зато лет через сто здешний танцпол взрывала асидора дункан а этот дом с картины шагала узнаете там еще летают влюбленные над городом сегодня здесь находится арт-центр выдающегося художника необычный памятник необычному художнику часы без привычных стрелок и цифр но зато с крыльями ангела и действительно сам ангел коснулся художника своим крылом марк шагал прожил долгую счастливую жизнь он умер в полете сел в лифт чтобы подняться на второй этаж и его сердце становилось конце позапрошлого столетия этот особняк возвел для своей семьи русский подданный слесарь ленгенфельд неплохо для слесаря правда на сегодняшний день это самый молодой музей шагала в мире здесь находятся оригинальные графические работы великого мастера вы сами что чувствуете глядя на эти работы я чувствую необыкновенную теплоту любовь к жизни любовь к людям потому что шагал всегда пропагандировал именно любовь и серия это 56 года очень интересная тем что начинается она с изображения ангелов можем увидеть библейского царя давида который прославился тем что пел и сочинял псалмы поэтому шагал всегда изображает давида не только в короне но и сарфы моисея тоже известную библейскую личность есть у нас прекрасная работа которая называется давид и башева на которой мы видим царя давида и его самую любимую женщину башеву или версавию и даже ангел и благословляет одновременно шагалом новую жизнь в искусстве налаживал музыковед гений просветитель витебска иван иванович солертинский человек необычайная эрудиция он знал в совершенстве 16 языков плюс 8 со словарем в общем уникальная личность ежегодно в декабре месяце витебске проходит международный музыкальный фестиваль его имени кстати по признанию витеблянд фестиваля то не как никто другой ежегодно в городе проводится около 30 различных культурно-массовых мероприятий этот удивительный город пропитан духом творчества и горожане и туристы все здесь заряжаются энергии искусства в каждом городе есть свои уличные художники витебске и судя по всему они талантливые 10 баллов очень крутой граффити такое творчество никого не оставит равнодушным шагал он настолько любил свой город что почти в каждой работе изображал его свои первые картины марк захарович писал нет не на мольберте а на мешках где это было сейчас покажу до развала советского союза дом шагала был жилым улица нужно отметить носилось совершенно другое название в честь стража революции дзержинского когда город приехал поэт андрей вознесенский это было в 1985 году он очень долго искал улицу покровскую и этот дом прохожие лишь пожимали плечами а когда желанный объект все-таки был найден вознесенский написал такие строки если сердце не солгало то в каком-нибудь году в витебске музей шагала обязательно приду так и случилось эти двери открылись для посетителей первые рисунки шагала родились именно здесь в этом доме семейные фотографии множество предметов быта а это маленькая комната художника которую он делился своим братом давидом спали они на одной кровати валетом собираетесь посетить дом-музей шагала тогда не пожалеете времени и прежде прочтите автобиографическую книгу марка захаровича моя жизнь поверьте по прочтение события люди буквально встают перед глазами да и к тому же слух у мастера кисти простой и гладкий так что не заскучаете во дворе дома музея играет витебскую мелодию на французской скрипке молодой человек я так понимаю шагал посмотрите у дома отсутствует угол туристы даже придумали легенду если прижаться к стене в отношениях никогда не будет острых углов когда-то на улице покровской звучали шаги шагала его музы было идя на свидание всегда брала для возлюбленного букетик полевых цветов да именно она дарила ему цветы такая это была необычная пара а еще витебск родина трамваев 119 лет назад именно на витебской мостовой зазвенел и вышел на свой первый маршрут самый мобильный по тем временам вид транспорта а появился он во многом благодаря этой электростанции говорят зайти в вагон можно было в любом месте махнул рукой улыбнулся вагоновожатому и вуаля трамвай остановился сегодня по улицам витебска бегают более сотни трамваев но эти вещи уже не проходят если неспешные прогулки по городу не для вас прокатитесь на старом добром трамвайчике мой кстати оформлен в стиле двадцатых годов прошлого столетия супрематизм чистой воды этот трамвай невольно напомнил о том времени когда в городе работал и преподавал отец черного квадрата казимир малевич он первым стал проповедовать это авангардное направление где мы сейчас проезжаем через мост блохина назван он как вы понимаете в честь героя советского союза 1944 году федор тимофеевич вместе со своими бойцами вступили в рукопашный бой с немцами и в последний момент предотвратили взрыв моста за день до этого сержант блохин пережил личную трагедию ему сообщили о смерти сына боях с нацистами дальше только пешком сегодня на улице графа толстого немноголюдно дни проведения фестиваля славянский базар здесь и яблоку нигде упасть по мановению волшебного фестиваля эта улица превращается в город мастеров есть витебские свои тактильные скульптуры это одна из них посвящена она нет ни сапожнику без сапог как вы могли подумать о святому санкриспину многие верят если дотронуться до его молотка и лучше потереть его то профессиональные успехи ждать тебя не заставят где же та улица где это дом до сегодняшних дней этот дом не сохранился но находился он где-то в этом районе на улице графа толстого в ту пору она именовалась подвинской жил более полувека врач-новатор карл гибенталь это именно он одним из первых наложил гипсовую повязку и предложил прогрессивные методы лечения холеры и кстати первый год жизни здесь провел автор старика хатабыча лазарь лаген он же гинсбург послушайте может не зря ходит слух о том что витебск это место силы для творческих людей город как неодимовый магнит притягивает самородков а еще в этом городе метко стреляет амур со своими вторыми половинками витебске встретились многие например примадонна российской эстрады алла борисовна и максим галкин а это кировский мост ним связана забавная история после войны его очень долго восстанавливали естественно эту ситуацию взяли на перо местные журналисты и они предположили что барельефы которые очень напоминают улиток символизирует долгострой сразу видно пушкина в городе уважают из всех классиков русской литературы монумента удостоился только он один памятник возведен народная тропа к нему не зарастает а рядом скамейка для посторившихся влюбленных но нам пора наш друг пара нет не покоя сердце просит а лишь вглубь города уносит площадь победы пожалуй не только самая большая площадь города но и беларуси третье место занимает европе уступает лишь самаре и варшаве 85-метровые бассейны и фонтаны площади победы в них тихо и мирно строится вода как символ пролитых слез и вечного течения жизни во время великой отечественной войны витебск был разрушен на 93 процента из 180 тысячного населения осталось в живых всего 118 человек когда витебск после войны приехала американская экспертная комиссия представители красного креста они сказали следующее город мертв восстановлению не подлежит вокруг города ожерелье из мертвых тел смоленску они отвели 100 лет на восстановление витебску не дали никаких шансов но город из руины пепла возродился там где стоял века сегодня на площади победы проходят все знаковые события города витебляне встречают тут новый год день победы день рождения города который кстати совпадает с днем освобождения немецко-фашистских захватчиков бесплатные концерты славянского базара также проходят здесь но основные мероприятия несомненно разворачиваются на концертной площадке амфитеатра заглянем туда славянский базар давно стал визитной карточкой города а летний амфитеатр не только главной достопримечательностью но и брендом витебска построили амфитеатр в рекордно короткие сроки за 6 месяцев но без крыши крыша появится позже идейно крышевать место славянского базара предложил юрий лужков и не беспричинно фестивальные дни небо над городом частенько радуются до слез вот и бывшему мэру москвы повезло попасть под проливной в итоге крышу возвели без участия политика впрочем в память о нем горожане до сих пор называют амфитеатральную крышу кепка лужкова здесь на сцене отчетливо слышны голоса птиц причем не привычное щебетание а угрожающие крики эти звуковые сигналы ученые разработали специально им в отличие от шурика птичку не жалко амфитеатр площадка открытая оборудование здесь дорогостоящее так что лететь пернатые летите куда угодно но не в сторону фестивальной сцены приметы в которых ваш помет сигнал приближающегося богатства на этой территории не верят отдельного внимания заслуживает фестивальная аллея звезд которая уже давно превратилась площадь приветствует горожан и гостей богиня ника символ победы на творческом олимпе а рядом с аллеей звезд еще одна достопримечательность хотя нет здесь их целых три 16 лет тому назад три президента беларуси украины россии посадили вот эти три дерева березу липу и каштан я думаю все понимают кто что посадил перед концертной площадкой огромное поле зимой здесь заливают каток а сто лет назад на это месте свои блестящие цирковые номера показывал цирк ивана легалова лири необычайный артистизм писала тогдашняя пресса а уже в наше время заслуженный артист россии бывшие воздушный гимнаст цирка дюссалей николай челноков предложил увековечить цирковое искусство и появился такой вот талисман витебска если потрогать веселого клоуна за нос будет весь день хорошее настроение провести по рядам гармошки гармония в личной жизни пожать собаки лапу у вас всегда рядом будет настоящий верный друг приезжайте и вы откроете для себя свой витебск